Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем недельную главу Торы, которая называется Вайшлах. И мы остановились на том, что написано, И был вверх Ицхака сто восемьдесят лет, и скончался, и умер, и был приобщен к народу своему, и похоронили его, Эйсау и Яков, сыновья его. Что здесь можем отсюда взять? Написано, что, когда умирает Аврагам, то написано, похоронили его Ицхак и Ишмаэль, сыновья его. И Ишмаэль принял то, что Всевышний ставит Ицхака впереди. Он это принимает, и из этого мы знаем, что он праведник. То есть, когда умер Аврагам, Ишмаэлю восемьдесят девять лет, и с этого момента, как минимум, он уже праведник. Вначале он жил, грабил караваны, праведником как таковым он не был, но теперь мы видим из этого, что он стал праведником. И, как минимум, последние годы своей жизни, это много лет, это если он прожил сто тридцать семь лет, а восемьдесят девять, как минимум, он уже праведник. То можете себе представить, что он чуть ли не пятьдесят лет, как минимум, он уже праведник. Ишмаэль. И за него тоже написано, умер и скончался. Скончался, пишут только о праведниках. А в данном случае, в нашей главе, похоронили Эйсам и Яков, сыновья его. Он ни в коем случае не признает, что Яков первенец. Хотя он продал Якову свое первородство, Всевышний пишет, и пренебрег Эйсам первородством. И все это поведение его, все, что он делал, потихоньку в Торе выясняется. Говорит о том, что Яков должен быть стоять на первом месте. Но он это не принимает, поэтому он праведником не остался. И его потомки долю будущего мира имеют только те, которые являются праведниками. Теперь дальше. Дальше у нас идет родословие Эйсава. Эйсав. Это родословие Эйсава, он же Эдам. Эйсав выбрал своих жен из дочерей Кна Ада. Аду, дочь Эйлона Хита и Агальваму, дочь Аны, внучку Цивона Хилея. И Басмат, дочь Ишмаэля, сестру Неваййота. Значит, мы же с вами знаем, что имена жен Эйсава другие. Мы читаем в главе Талдот, что когда Эйсаву было 40 лет, взял он в жены Ягуди, дочь Барехита, а также Басмат, дочь Эйлона Хита, и они были душевным огорчением для Исхака и Ривки. А потом в главе Талдот, в конце главы мы читаем, и увидел Эйсав, что дочери Кна Ана противны Исхаку, отцу его, и пошел Эйсав к Ишмаэлю, сыну Аврагама, и взял дочь Ишмаэля, сына Аврагама, сестру Невайота, сверх своих жен, себе в жены, Махалат имя. То есть, получается, было у нас, жен звали Ягудит, Басмат и Махалат, дочь Ишмаэля. В этой же главе никакой Басмат первой нет, она ада, а Ягудит это оказалось, а Гальвама, а та женщина, которую звали Махалат, дочь Ишмаэля, она Басмат. То есть, он явно просто отцу сказал так, как чтобы было ему приятно. На самом деле, они были совсем другие, не тех, кого он выдал отцу своему. То есть, сказал Ягудит, что она еврейка. В общем, они были идлопоклонницей, воскуривали в доме какую-то гадость, поклонялись идолам. Вот так вот. Потом написано, что родила Ада, Эйсаву и Лифаза. Аббасмат родила Рюэля, а Гальвама родила Яуша, Ялама и Караха. Это сыновья Эйсава, которые родились у него в стране Кнаан. Так, вот этот Карах, сына Галивамы, он никто иной, как сын Элифаза. Элифаз переспал с мальчикой своей, с Галивамой, женой отца, и родился этот Карах. Вот так. Так пишет наша устная традиция. Потом написано, что взял Эйсав жён своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и все души дома своему, все стада свои, скот свои, все имущества привела к Харане, или к Кнаане, и ушел в другую страну, прочь от Якова брата своему. Так, наш мудрецкий пишет, логично было бы написать сыновей, потом жен. У Эйсава наоборот, он взял в первую очередь жен. У него жены в приоритете над сыновьями. Это необычно. Потом написано, что, значит, не могли они жить вместе, Яков и Эйсав, на одной земле, потому что имущество было так велико, что земля, на которой жили они, не могла вместить их из-за стад их. И поселился Эйсав на горе Сиир, Эйсав, он же Эдам. А вот родословие Эйсава, рода начальника Эдама, на горе Сиир. Элифаз, сын Ады жены Эйсава, Ривель, сын Басмад жены Эйсава. Сная Элифаза, Тиман, Тиман, Амар, Цфо, Гатам, Кнас, темна же была наложница Элифаза, сына Эйсава, родила она Элифазу Амалека. Что это за темна? Дело в том, что Элифаз спит с женой местного царя Сира Хари. Рождается незаконная рожденная девочка, зовут ее Темна. И он ее потом, она подросла, взял себе в наложницы, и она родила Амалека. Это тот Амалек, который не боится Бога, который готов убивать евреев, вообще не думая ни о чем. Хорошие, неплохие, будь все равно убивать, и все. И можем себе представить, что правнук нашего праотца Ицхака Амалек, То есть, немножко какие-то есть пробелы в воспитании, и получается такое страшное создание. Вот далеко не надо ходить, далеко не надо ходить в хорошей семье, хорошим воспитанием. Вот Ицхак любил Эйсава за то, что охота на устах, увидел в нем сильного человека, И где-то дал слабинку. Вот строгим человеком, но дал где-то слабинку. И получилось то, что получилось. Вот так. Теперь, дальше. А это сыновья Агалевамы, дочери Анны, дочери Цивона, жены Эйсава. Иуши Алам и Карах. А это вожди родов Эйсава, сыновья Элифаза. Вось рода Кейман, вось рода Амар, вось рода Цфо. Это тот Цфо, который основал Рим. Дело в том, что он убежал с тюрьмы. То есть, когда хоронили нашего братца Якова, то он с армией набросился на похороны. Хотел отвоевать пещеру Махпила, но его победили и забрали его в плен в Египет. Он сбежал из Египта и основал Рим. Вот это тот человек, которого зовут Цфо. Вось рода Цфо, вось рода Кнас, вось рода Карах, вось рода Катам, вось рода Амар. Вот видите, вось рода Карах. Откуда он взялся из сыновей Элифаза? Вот это Карах, которого родила Агалибама. И он получается и сын Эйсава, получается. Он и сын Элифаза. И он становится одним из вождей Эйсава. А это сыновья Агалибамы. Вось рода Иуш, вось рода Алам, вось рода Карах. Вот эти люди, это вожди родов Агалибамы, дочери Анны, жены Эйсава. И теперь получается у Эйсава тринадцать вождей. Тринадцать. То есть, если мы посмотрим на старт нашего праотца Якова, то у него двенадцать сыновей. И так как колено Йосифа стало двойным, получается тринадцать. У нас вождей. И девочка Дина есть. Тоже самый старт у Эйсава. Получается тринадцать вождей. И девочка темна. Если мы берем Ишмаэля, то у него двенадцать вождей. Девочка Махалат. Если мы берем на Хора, брата Абрагама, двенадцать детей тоже, двенадцать сыновей, и девочка Ривка. То есть, у всех одинаковый старт в этом мире. Кто что достиг. Ну, а что было дальше, мы продолжим завтра. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Берта Батесраэль, Павел Бенефим, Сумилбен Герш, Хайямалка Батйоси, Мир Абрагам, Роза Бахт, Михаэль, Памики Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Нахум, Лавир Бен Григорий, За здоровье Светлана Батклара, Шимон Бен Эцхак, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Полина Перв Батсоня Сура, Лена Батклара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен София, Двойра Бат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Твойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юрия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Лер Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Сара, Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Мазл Парасас Гула, Ирина Батури, Арон Ребен Ри, Всего хорошего Олега Умарченко, Всем браха Парасаса, Она мазала то, что мы это время не грешили, Читали Тору, Учили, Всем желаю крепчайшего здоровья, И до следующих встреч, Надеюсь, состоится завтра в 10.40. Шалбон!